девочки я иду к вам только что прочитала новость одну девочки и сидели сразу заплакала и сразу подскочила вышла пошла полежала секундочку думаю полежу девочки здравствуйте во первых в этом видео прям печаль за печалью девочки но сейчас правда плакала лежал и сашку написала и воли написал как жалко когда уходят артисты умер вячеслав добры не беда плакал наша молодость под эти песни мы танцевали до девочки под его песни особенно несут несут не сыпь не соль на рану это наша молодость девочки так что ничего там не обсуждать кто там кто откуда шо это наше мы прожили с этими людьми с этими артистами вы прожили жизнь свою прочитала мне аж кинула я не поверила сразу зашла в угол в тиктоке поет он песню если мне соль на рану эти глаза какие красивые вообще какой-то а человек какой хороший а потом зашла в угол да сегодня 1 октября он умер не погибает много людей в каждый божий день сколько а тут это просто это наши люди которые с которыми мы дур прожили до под эти песни под я понимаю что все все не вечны мы тут до а тут моя жарю сколько протанцевали до девочки как только какая какой это какой-то праздник да мы всегда включали его песни до числа добрый день особенно вот это не сыпь не соль на рану она прошла с нами прям эта песня и каждый под эту песню у него каждый у каждого своя судьба и у каждого что-то под эту песню дом дома что-то было бы не все не все не все хорошо вот девочки насквозь чтобы его какой репе репейда репьях чешону такое ведь и насквозь вырвалась капка какая сейчас разрежем фуха жалова разбали так дурно вот это за день сколько сегодня новосеют этих нехороших ради кусечка я чищу картошечку сейчас оля придет извиняться будет перед вами чищу сама не знаю зачем картошка дать жопу дать жопу я так и не думаю дать погрызете я тебя люблю и ты меня любишь самые мои верные самые мои красивые самые мои хорошие тебе меня жалко что я плачу девчонки руки лежат не надо а малыш хлеб вчерашний жуется я в борщ умачиваю золотухи малыш так спешит хлеб жуют как бешеный идем идем о я хочу чтобы корм ели тоже так не честно когда корм не едят это не честно корм на месте вот сегодня смотрю я вчера вам досыпала у вас было я вам досыпала я пришла немножко поклевали а то вы ждете вот такого но также тоже не честно чтобы вот это ждете также не честно сейчас на тебе на тебе на тебе потому что пока ты будешь сейчас воображать дик подхвате все и будешь ты опять прибыл в новых интересах холодная только девочка прикрыла дверь сейчас спускалась а сюда вернее девочки не спускалась а пошла полежать же думаю пойду в комнате ляжу полежу зашла и он шарфик синенький свой накинула на плечи или глава так ему куталась и то что надо было сейчас вышла на улицу ушла в шарфики зашла сюда прикрыла дверь ветерок такой зимний вечер в аграх начинается ну и слава богу хоть дышать есть чем я зашла сначала в коридорчике села включила телевизор то набрала там своих блогеров которых смотрю вот это так чуть-чуть посмотрела девочки могу смотреть когда она на игра на когда если в семье вы считаете что вы не пьющие почему все время говорите о пьянке 100 грамм наливай вот это вы знаете о ком я говорю если вы там такие порядочные не пьете зачем вы это все время поговорить и тем более взрослые люди того и вышел кого-то подкалываете или думать что это в каждой семье такой не копируют это такая дурость уже так я перестала смотреть и теперь на уже и смотреть не буду нету никакого интереса я не люблю когда вот это черней страдают хотите показывайте свою жизнь как она есть они вот это на игра на этом и спектакль мы сенки мы это самое такое уже короче не хочу никого обсуждать не люблю когда она фигня прополистываю сразу как я сегодня посмотрела ленивые голубцы никто так не делает пишут такие заголовки девочки специально чтобы куча людей рынулась я не хочу ничего писать никогда не пишу что так делают все и не только в ленивые голубцы подливы такие делают сметанно-томатная подлива так никто не делает такую заливку никто не делает на на голубцы девочки сметану score томатной пастой добавила и водички добавила залила кто такую подливу не делает в голубцы абсолютно на все. А видите, какие заголовки пишут? А я думаю, что ж там за заливка? Может, такое, что еще я и не знаю. Слава Богу, хоть поучусь у кого-то. Ага. Сметана и паста томатная. Кошмар. Зато была одета хорошо. Не так, как я, чтобы не нравлюсь. А была в вышиванке. Как будто кто-то в вышиванке готовит кушать, девочки. И в джинсовой юбке. Кто-то дома так готовит. Одевайтесь, вот как я. Вот. Делать надо так, как живешь в доме. А не делаешь показухи. Не люблю показухи. Я какая есть, такая есть. Круглым. Господи, прям я расстроилась, а страшная. Тут посмотрела кадры с Херсона сегодня, из Запорожья. Ревела лежала. А тут еще и Вячеслав Добрынин. Господи. Когда-то уже все. Останется одна теперешняя молодежь. А теперешняя молодежь, девочки, бесталантная, орет как бешеная. Они ж петь не умеют. Бешеные. А наряды эти, а по сценам бегают. А сраколизы какие. Там жопу лижут так, новые артисты. Дай бог продержаться. Уже самые, сами артисты, которые, наша, ну не наша пока, ну наша, да, 60 лет. То есть артисты уже недовольны новым артистам этим. Вот там так выслужится. Продаст. Купит и опять продаст. Такие артисты есть. Я думаю, догадались, кто это. Это ужас. Откуда только берутся такие. Вот ненавидела никогда под Харимов, девочки. Сраколизов. Которые, а их сами ненавидят и начальства, и разные вышестоящие органы. Потому что они знают, что раз они могут через кого-то переступить, переступят и через того, кого они прославляют. Девочки, надо отварить картошечки, да? Наверное, я говорю. А всем ее кушать. А я хочу просто с луком и кусочек сала. Может, кусочек картошечки и съем. Я сегодня утром с Панетти поела. Такое вот, знаете. А бы что-то покушать. Ну, сейчас. Поставлю Харю. Ой, господи, девочки. Житуха, житуха. Не слава, девочки. Ни деньги, ни власть. Никого не спасают. Все смертны. Ой. Только каждый перед Богом. Кто на каком. Кто куда попадет. Все только перед Богом. Что оно тарахтит. Что-то в холодильнике. Че хрен его знает, что оно. Так у меня тут печеночка и пупы остались. Назад. Сальцо есть. Я хочу сало. Так. Так. Так, икра, борщ. Оля сейчас придет. А что тут под морозилкой в этом днище. Хрен. Лимоны те. Какая-то сардина есть. А я сардину хочу. Сейчас вытащу. Девочки. Открою вот сардину. Цибулька. Вон, почищенная там. Девочки, однокину шарфик. Прохладненько. Скушал, Дик. А малыш до сих пор. Вкусно? Мамка подкинула. А малыш, че зубики у него такие. Че Бог его знает. Все, девочки. Сейчас картошечки. Отварю. Девочки, вот и лето прошло. Словно и не бывало. Ой, царство небесное всем людям, которые сегодня погибли. Которые умерли сегодня. Ой, господи. Я думаю, Добрымин хороший человек был. Я уверена, он против вот этого, что творится сейчас, был 100%. Интересно, от чего умер, еще не написали. 78 лет. Боже, оказалось, что еще молодой, да? То, как на сцене запомнили. Девочки, они, а, думаю, откуда мошки? Он на вот этой уже, на моей лампе, на этой, куда телефон приклеил. Уже мошки сидят. Мушки закончились, мошки начались. Откуда вы? Что тут? Лимон был. Сейчас сполосну. Кошмар. Я же говорю, мошки закончились. Чемушки? Мошки. Комары. Что-то тоже уже пока что-то я не вижу. Я, в общем, хочу вот, что консерву, сало кусочек, цыбулы, все, и картошку. Морща один полоник. Икры, и икры синеньких я уже поела. Я сегодня уже не хочу. Я с удовольствием поела. Я люблю, когда вот отдельно я поела. Я вкус. Девочки, не знаю, что там у меня тут. Мазали уже, вот тут уже. Уже на запястьях мозали, девочки. Блять. Тут уже оботрала сегодня. Додрала. Вот это. От ножа, вот, девочки. От ножа. Видите? Уже как вот, знаете, рубец. А вот тут мозоль ободрала. Тоже же от ножа, наверное. Ну, от чего? Вот, правая рука. Сухой такой был. Сдирала, сдирала. Думаю, не, больновато. Сейчас потяну, еще и голое мясо будет. Немножко оно подсохло. И сегодня хорошо содрала уже. Ну, все равно слышно, что шершавая. Еще задирается. Так что, всю жизнь мозолейте. О, содрала еще кусочек. Бо, сейчас руки мокрые были. Дик уже забыл, что грыз. А малыш? Сейчас будешь грызти. Еще и Оля придет, а ты все будешь грызти. А Оля сейчас вам, наверное, принесет. Вчера стратила. Сегодня ждите шабашку. Девочки, дверь закрыла. Хладненько. Зато в хате хорошо сейчас. Прям ложилась на диванчике. Даже на плед глянула. А потом думает, а не, Людмила Петровна, еще рановато плед. Смотрю, шарфик висит на вешалке там, ну, в прихожей. Так я его, Оль, думаю. А он такой мягкий-мягкий, девочки. Прям так хорошо. А руки ледяные, еще под водой сейчас. Гляньте, уже морозит. Ну и хорошо. Дик, не нюхай. И не смотри на малыша. Он, ты видишь, как переживать начал, как начал быстро жевать. Он видит, что ты уже начинаешь делать отвлекательные маневры. Девочки, я прямо сейчас лежала, прямо так довольна покупками. Прям я уже распределяю, что кому, где, что, когда. Ну, Оля, если захочет джинсы взять у тебя без резинки здоровые. Хаймеряет сейчас и хайберет. Вот, потому что у нее там тоже, по-моему, только одни джинсы. Тоже я покупала, тоже, ну, делилась с ней на ее долю. И ей хватит на всю зиму таскать. Те, то те оденет. А под низ штаны какие-то тоненькие, знаете, вот тоже всякие. Но сегодня не было. Черненькие, тоненькие, надо идти, девочки, в первый день. То, что надо и сделать. Потому что у меня сейчас самой, вот, сейчас вот куртка, пальто, да. И я обожаю в этих штанах ходить даже и под пальто, и под куртку. Без джинсов, без ничего. Вот эти тонкие, хэбэшные, классные. Носочки, штаники, кроссовочки и вперед. Обуви никакой не было. Были вьетнамки, такое-то, чепухня разная была. А обуви не было. Не было. Детского полно обуви. Вот хорошая детская все, девочки. И нафиг вот уходить новое покупать, тратить такие же деньги, цены, что детская, что взрослая. Цены же одинаковые. Когда он в сейки не пошел. Красота такая. Люди берут, торбами выносят, перепродают это все. Часто маленьких детей, вот, годики и до годика разные вот эти. А шо ж там ребеночек? Господи. Оно ж чистенькое, ангелочек. Да, люди так, у людей там полно всего, столько всегда, что вот это всякие не сдают. А шо, что дитё, месяц поносила и то. Каждую неделю они растут и растут, деточки, да. И сдают. И какая красота. Там эти хлопцы сегодня шо обуви набрали. А ну, по тридцатке килограмм. А вот эти разные безрукавочки, разные курточечки. Вот, а вообще там красота такая. Всё, съел. Дик. А ты смотришь на него, думает, съел. Никуда не ложил. Стоит, смотрел на него до последнего. И прямо сейчас, илядь, илядь. Малышок облизуется, а малыш думает, о, сволочь, на диванчик не понес. Так бы я б подлатался. А так, да. Дик, шо ты злаз не сводишь с малыша, глядь, глядь. Малыш на меня смотрит, а Дик на него, думает, вот это да. Взял, упил. Шо ж ты съел, взял. Глядь, как Дик на тебя смотрит. Не узнает. Думает, начинается. Прожорливый. То ложит, относит, потом молится, ходит. Шо вы смотрите так друг на друга, еще сейчас сцепитесь, а возьмите. Мне аж страшно. Прямо вылупились от друг друга. Этот Дик не узнает, шо он взял, съел. Тоже обычно потягает, положит, выйдет с ним, с этим, шо не дашь, да. А то прямо взял и проглотил. Наученный уже, малышочек. А ну иди сюда. Ты уже наученный, да? Тебя уже хрен проведешь. Скажи, хватит. Да? Сколько он, глядя, смотрит на Дика. Наелся? Вот так и надо. А то же, видишь, ты относишь всегда. А Дик потом делает какие-то, глядя, где он ел, пошел, облизывает то место, глядя. Пол, пол облизывает. Дик, ты свой пол облизывай. Все, хватит. Там, не царапайся. Глядя, лежит. Лежит пол, где этот ел. А ты где ел? Тебе свой пол вылезал? Хоть пол, а пошел вылезал. После Дика. Че после малыша. Глядя, ходит, пол лежит. Все? Хоть пола полизал, да? После малыша. Сейчас Оля принесет вам мармулады. Будете прыгать тут. Она проштрафилась. Она проштрафилась, ахай тащит. Ой, девочки, какая жизнь тяжелая и... А сейчас еще и опасная. Малыш, не толкай мне. Толкает меня вот так мордой, ноги. В мусор не заглядывает. Вы там ничего никогда не ложите. Шо? Шо? Ладно, помою руку. Тебе ж хочется, чтоб погладила. И ты хочешь, да? Ну, сейчас же будете драться. Ну, иди ты сюда. Малыш, так не честно. Подпускай иди-ка. Малышок. Ну, так не честно. Он, дик, смотри, как следы твои лижут. Где ты эту каркасик свой тягал. Пошел опять, девочки, лижет. Лижет пол. Ты хоть валывается, девочки, так головой мне, гляньте, в ноги. Он валывается, девочки, тетеньки. Он ложится мне вот так головой, знаете, на бок. Тетеньки, он такой хорошенький. Я бы вам хотела всем таких собачек, как у меня. Гляньте, гляньте, девочки. Не сядь и делайся. Гляньте. Ой, ой, ну-ка не кусаться. Кто-то коврик занес. Кусок ковра драного. Под столом. Я знаю, кто. Все, картошка кипит. Шо вы тут собрались возле меня? А? Шо вы тут собрались? Гляньте, это с этой стороны, это с этой. Вот так и надо стоять. А сеть, вы так новая вот эта, головой, гляньте, в ноге. Малышок, дикузька. А шо у тебя новая такая? Ой, идите. Шо ты, а, хлеб жуешь? Чи шо ты там уже схватил? Ну, малыш, дик сюда уже. Уже знаешь шо, малыш? Вот не начинай, глянь, уже сюда подошел, уже тут подпрыгаю. Иди, дикузька, сюда. Иди, где ты там, дик? Он с этой стороны, а ты с той стороны. Или наоборот. А так нечестно, только тебя глади. Дикузьку тоже, дикузь тоже хочется. Да, дикусечка? Вы жоба мои. Они зашли, предатели. Звала-звала их, пошла ложиться, кричала. Идите сюда, идите. Ну, мы хай бы легли вот так возле меня на полу. Оно так уютненько. Они все на меня тогда поглядывают. Лежу я или нет. А сейчас что-то не заходит. Разлеглись я возле порога. Ну, не на ступеньках, как в дом заходить, а вот возле окону тут. На солнце. И легли. На солнце. Не в теньке. Так. Перестаньте. Только не надо меня облизывать. И не надо меня подкусывать. Я знаю, что вы любите облизывать. А я не люблю. А я не очень люблю. Ну. Так что? Куда зубами? Где там? Гал. Так, все, все, все. Нельзя тебя трогать. Вот так. Это с этой стороны, гляньте. Братует. А это с этой. Глянь, пошел уже отгонять. О, давай ковер на улицу. Выноси. Выноси на улицу. Девочки, скоро коврам. Ой. Надо кого-то нанять. А я сама делать. Постягиваю их. Поскручиваем с Олей вдвоем. Все абсолютно. Не, у тебя шелли порога целые, которые там зеленые, вот как по ступенькам. Они целые. А то вот эти колынки, шмелынки, вот то все. Поскручиваем там этот. А то мешок-то Сашу не вывезет. На зиму все уберем, потому что на зиму оно не надо. Но на зиму, когда целые были, мы их скручивали и на стол уложили под виноград. И до весны. А они же уничтожили. Куда? Куда нюхаешь? Девочки, уже я хотела ногу задрать. Вы представляете? А ну на улицу. Марш, ноги задирать. Ты посмотри. Если бы я сейчас не глянула, уже в девочке ссыкнул. А ну идите. Такой-то матери. Вы видали, девочки? Хорошо, что я кудахнула. Куд-кудахнула. Уже подошел на буреточку маленькую, уже поюхал. И пытался уже поднять свою ногу. 36-го размера. Ты видал, каношек какой? Ничего себе. Вовремя заорала. Помыла руки, пошла, девочки. Да, девочки, уходят такие артисты. Прям подряд, подряд. Вся наша вот эта жизнь. И артисты эстрады, и артисты кино. Прям подряд, подряд все. А что уже возраст? Нам уже... Мы почти вот ему 78 лет, да, Бренину, да? Оказалось. По концертам, как будто вспомнишь, да? Или как, ну, какие-то эти, ну, его клипы увидишь. Или концерты, он песни сколько... Вот так в ютубе я вот часто набираю. Песня 78, песня 80, песня 74, да? Какие артисты все молодые. Это же наша, это наша, это наша жизнь. Мы на этих песнях, на этих артистах мы выросли, правда? Ну, вот Добрынин 78 лет, да? Ну, считай 80. Ну, конечно, старший мне... Ого-го! Насколько! А эти, когда умер этот, скажите, кто? Александр Тиханович, да? Малиновке заслышан голосок. Ядвига Поплавская, да? И Александр Тиханович, боже мой. А он еще на Сашку, на мужа, на моего похож. На вот это, на Сашикиного папу. О! Я все время как смотрела, он на него очень похож. Вот на Филатова и на Тихановича. И вообще, какие, да? Какие артисты? Нема тоже. Да, все девочки. Я всегда, какие артисты вот умирали, кино и эстрады. Я всегда, для меня это очень даже, я всегда это переносила и переношу. Всегда и думаю об этом, и, ну, как за родного человека. Ну, не как сильно, ну, ну, да, вот как, ну, а что это, не родные нам люди, с которыми мы прожили, да, на ихних песнях, на их, на фильмах. Вот смотришь фильмы, да, вот советские. Бывает фильм, смотришь, уже ни одного артиста в этом фильме нет живого. Вот фильм Афоня. Интересно, кто там живой? Все уже поумирали. Все. Куравлёвой нету, да, этой Нины Руслановой, да, там же Нина Русланова. Да, Нина Русланова, да, невесту тут, да. А, не, наверное, Екатерина, о, а как её фамилия? Которую Катю сыграла, она, Екатерина и есть. Как же её фамилия? Екатерина. Забыла. Наверное, она живая. Дай бог. Крамарова нету. А кто там ещё такой был? Да никого нету. На девятом этаже этот, его нет, этого артиста живого. Да никого. Может, вот эти хлопцы, которые были эти, кто они были в фильме «Афоня»? Ученики вот эти. Может, они там живые были, они ещё молодые были тогда. А так никого. О, Леонова нету. О, Леонова нету. О. А, Бурундакова нету. Всё, в Афоне там никого нету. Может быть, Катя это. Как же её фамилия? Вот, сейчас возьму и вспомню. Когда уже не буду об этом даже думать, и сразу вспомню. Всё, зараза. Да вообще, советские фильмы, которые смотришь, уже, ну, Рязанова, да, ещё осталась. А, и Алинтова. А, девочки, нет, с этого, Москва слезам не верит, они ещё все живые. Алинтова живая. И это, как её? Рязанова живая. А это? Ирина Муравьёва, Куравлёва. Муравьёва живая, слава Богу. В девчаток все живые. Чё, в девчаток? Москва слезам не верит. А мужиков нету, да? Мужиков. Вон, давайте, кто с мужиков там? Басова нету. Ой, Басова, мне так жалко Басова. Перемар. Вообще, такой классный артист. Нету, потом, кто там ещё был? Девочки. А вот этого, что Алинтова, вот это с ним Шуримура закрутила, да? Его тоже, он давно умер, этот артист. Я не знаю даже, как его фамилия. Вот этот симпатичный, этот, режиссёр. Умер давно уже. А кто там ещё? Этот, этот, все поумирали. Все, все. Мужиков нет ни одного там. С Москва слезам не верит. А девчата все живые остались. Родители поумирали этого артиста. И он умер, этот артист. Вот этой, Райзановой муж. Баталова нету. Никого нету. Никого нету. Оно, эти фильмы нашего детства, да? Кажется, они все таки пооставались. Такие и есть. Да всё, советские фильмы там, если осталось, я даже не знаю, сколько уже человек. Десятков, сколько-то там. И то, наверное, и не десятков. Казалось, Нина Русланова никогда не умерла, да? Такая баба. И так она умерла. Всегда такое настроение, всегда такая боевая. И нема. Да, Добрый не жалко. А кто вот недавно умер, хоронили? Ой. По-моему, даже ещё девять дней нету. Тихо. О! Забыла, вот кого недавно похоронили. Девочки, голова болит. Или магнитные бури. Или вот эти бури, которые вот эти пылевые какие-то у нас, страшенные. Вот этот смотрит и сегодня стоял. Я сегодня вышла и специально на улице. Смотрю, дымка стоит до сих пор. Вот это вот. Откуда-то вот эта пыль опять вот эта. Вчера так сказали, я читала, это сам, я не помню, чи в Телеграме, чи где, что и на ночь, чтобы окна закрывали. Ну, я и так закрываю, чтобы вот эта сигарка, чтобы не так слышно было. Господи, я уже не могу. Так тоже умер вот недавно. Сейчас с ума сойду. Еще посмотрела и похороны посмотрела. Но не очень много людей было. Не, ну вы представляете? Не помню. Потом гляну. Сейчас Оля придет, хайборщ берет. Я картошку вареную, хайборща насыпаю. Чи насыпать, хайборща греется, да? Наверное, насыплю. Чтоб пришла, уже нагретый был. Да? Девочки, насыпала в ковшик. Оле спинка. Я вчера спинку съела. А я сегодня и не хочу, даже если была бы вторая. Я печеночки, пупиков и Оле тоже. В общем, получился целый ковшик. А знаете чего? О, спина же здоровая. Вот такая. Там сколько захотим, столько и насыплем. Маслечко сейчас в картошку. Это мое салко тут. Мое салко. Засалко. Гляньте, заклякшее все. Сейчас я его поразребаю. И у васаби он один кусочек. Васаби, гамку васаби. Не, хорошее, когда сразу свежее. Еще ничего. А когда уже постоит, как и все. Сейчас попробую. Это сало Ирина. То, что она мне угощала. Ну, такое же самое. Не, это я покупала. Она же не угощала чем? Зельцу. То, помните, крыланку я покупала тоже. Хорошая. Кусочка, воля, такой едок сала, то я сольная. Особенно с картошечкой, когда вареная. Да и с жареной. Сегодня хотела, то, как поела, спагетти свои. Там, сколько у меня, штук пять карташинная есть. Хотела Миши отварить. А потом думаю, будет ли он. Я в субботу отварила. Пришла, он ее не ел. Девочки, я с ней пряталась с этой картошкой. Судочек же, ну, эти коробочки вроде с магазина купленная. А пришла, оно на месте. Так, хватит. Так, масочка в картошечку. Девочки, а что плохой ужин? И борщ. А еще и синий пьюти. Что я же в картошке салом? А гляньте, девочки, чесняка сейчас положу. Чеснок же чищеный, знаете, я крутая. Девочки, голова болит. Теперь, целый день на нервах. Целый день на нервах, что такие вот трагедии за трагедиями, да? Хватит или лука еще? Хватит. Там лук, по-моему, есть. Если я не ошибаюсь, это в кружечке накрытый. Все. Это в холодильник. Девочки, вкусняк и картошечка, да? С маслечком. И консервы. Что еще надо? Ой, я вот это для меня еда, и больше мне ничего не надо. Никакая консерва, и масла не надо. Тоже таке будет бы есть. Кофе, мошки есть, конечно, есть. Сейчас уже и не допью, аж корня. Пол чашки. Ой, прям голова разболелась. Девочки, девочки, правда, вот в моей семье, когда вот умирает кто-то с артистом, в моей семье, это все, и дети, и я, это всю жизнь, мы это, просто оно, ну, через себя пропускаем. Честно. У меня нету того, а кто, на когда, а что, нет, у меня и дети, всех артистов знаю. И кино, и певцов. Я вам честно говорю, потому что это, значит, привито было мною, да, даже не то, что я их там, а просто я это слушала по жизни, я это смотрела вместе с детьми, да, даже если они не смотрели, они это слышали, но мама слушала. Вы поняли? Мне кажется, только так оно, да, и они всегда всех жалеют. Вот у меня так, а выйдешь на улицу, скажешь, умер, а кто это? Я сразу так, ой, а зачем уже говорить, кто это, если не знать? Я почти всех артистов и кино, и эстрады знаю, всех. Может, новых каких-то нет, может, по фамильному могу не знать. Вот как я все время забываю, как зовут, Чикак, да, и зовут, и фамилия Фроси Бурлаковой. Да, я всегда забываю. Как я все время забывала, в Тихом Доне кто сыграл Григория. Потом вы, по-моему, мне писали, и не один человек написал, и это я прочитала, писали Петр Глебов, да, по-моему, Петр Глебов, я уже запомнила, а так нет, я не запоминала. Любила этого артиста и не знала, как его зовут. Для меня он Григорий. Как бы стрицкая Аксинья. Все. Как Михаил Волонтир для меня этот, ой, кто? А как его звали? Будулай. О, вот для меня он Будулай. Вот бывают же эти артисты, которые вот сыграют одну роль, и потом их так, думаешь, что их так и зовут, и им она идет, эти имена и фамилии. Те, что они в фильмах сыграли. Для меня, да. Никулин, Вицин, Маргунов, да, для меня они Никулин, Вицин и Маргунов. Они для меня не были никогда там Бывалый, Трус и кто еще там. Я даже не знаю клички, клички. Бывалый, Трус, а кто там еще? Бывалый это, это кто? Это Маргунов или Никулин? Бывалый. Наверное, это Маргунов, да, Трус это Вицин, а Никулин тогда кто? Не знаю. Я только знаю так. Краморов, только Краморов. Даже Куравлев Афония, потому что он Афония. Хоть он в куче фильмов сыграл, а все равно он Афония. Ему больше идет быть Афония, чем Куравлевым. Царство небесное, Господи, так жалко. Казалось, тоже такой оптимист, такой всегда, Весельчак, вот такой, взять и тоже сдаться. Взять и сдаться. Я все вспоминаю, фамилию. А, никакая она, она Катя в фильме, девочки. А так, она Евгения Симонова. О, а я Катя. Она Катя и в жизни. Евгения Симонова в Афоне, да? Катю сыграла. А я Катя. А есть же какая-то артистка, что она и имя в фильме сыграла, и имя ее и в жизни такое. не, ну, девочки, Наталья Гвоздикова, да, сыграла вместо, чем место? Рожденная революцией, революцией, она и там, по-моему, Наталья, Наталья Гвоздикова, да, Наталья Гвоздикова. А подождите, а Рожденная революция, она, по-моему, тоже там Наталью, да, сыграла? Или кого она там сыграла? Я гляну в гугли. Просто мне сейчас уже самоинтересно. Я помню, что какая-то арти... Какое-то кино, вот какая-то артистка, что она сыграла и в фильме свое имя она сыграла. И она и в фильме была, и... ну, и в жизни она это и одно и то же имя. Ну, по-моему, Наталья Гвоздикова сыграла. А кого же она там сыграла? Как ее звали? Ну, я ляну сейчас потом в гугли. Тоже, когда умер этот... Знаете? Евгений. Гвоздиковый муж. Евгений. А, девочки все. потому что мало смотрю эти фильмы сейчас, потому что вот этот интернет все забивает сейчас. Вот этот YouTube смотрим все. Только не фильмы сейчас смотрим. Уже мне сейчас не до фильмов. Евгений. прикиньте. Прикиньте. Муж Натальи Гвоздиковой. красавец мужик. Красавец мужик. Наталья Гвоздикова. Наталья Гвоздикова и Евгения. Они кровь во всех фильмах. Они вместе, вместе. Вот он с ней раз... снялся без нее 3 плюс 2. Вот он там. как же его Евгений. Прикиньте, девочки. не могу вспомнить. Сейчас Оля сразу скажет. По-моему, он же Евгений. Петросян тоже на старости лет сдурел. Так вот удуреют на старости лет с молодыми бабами, да? Со своими внучками даже. Кому вы всрались, пердуны старые, со своими деньгами, со своей славой, со своими вот этим всем. А Джигарханяна я вообще не ожидала такого уж он. Вот такое на старости лет сотворит. Да нафиг. Имейте хорошую бабу себе. Пускай она будет не артистка никакая, ничего. Нафиг оно вам надо. Они только сейчас ели по каркасу. Я им дала. Ну, на завтра может. Да нет, Аль. Это же надо дать. Ну, конечно, они ждут же. Конечно. Они вчера просидели вот там на пороге, жопами от меня отвернулись. Ой-ой-ой. И сидели. Даже головы не поварают. Потом раз подбегут до калитки. Щелочки выглядывают, кто проходит. А там дуля вот такая проходила. А это тебе. Ложи. Я тоже только что ложила. Тогда ему мягенькую лучше. Убери эту, дай ему каркас. Вот такое. Тут кости. гулять. Опять деревья. Ну, кто потом дать им погулять? Ну, они весные. Глянь какие. Ну, кто потом им дать погулять? Глянь. Малыш, сейчас ты доиграешься, что тю-тюк сейчас будет. Давай, тюк. Тюк. Ага. Бери. Сегодня Вячеслав Добрынин. Я наревелась сразу. Да. Только говорю, сколько сегодня смертей неестественных, этой хоть естественной смерти умер. А сколько погибло сегодня людей у нас. Херсон, Запорожье. Я как почитала, больше кипит. Какой хорошо. Какая да, прогреется бы сверху. Ой, смотри. А потом, ну, Запорожье, слава Богу. Не очень, слава Богу. Да дома, по домам. Шесть кабал. Шесть, вообще, девочки, это ужас. Мы узнали все уже, что есть. И кабы, и шмабы. Оно нам надо на старостях. А базар-то вообще. Люди лежат, валяются, вышли скупиться. А бабка лежала, женщина. Да я вообще не могу. Девочки, привет. Привет. Ну, что ты руки не вылезла? Я помыла. Не вытерла, противно. Мокрые руки. Ой, блядь. Пошли там, это, синенькие бери. Беру. А я это, картошку сейчас, а я это, картошку солью. Борщ, вкуснейший. Уже картошка готова. Синенькие, салатики. А. Ага. А сметана на дверях есть там? Есть. Бери. Не забыла сейчас, чтобы не возвращаться. Есть. Вот, картошка готова. Ну, я беру борщ. Только, ты так не возьмешь, на. Я, может, все тряпки. Ну, так, а что делать, оно давит? Давит, надо чем-то обмотать. Ну, чем? Чтоб загорелось, когда варится. изолентой. А изолента, что, не загорится? Изолента загорится. Прозевай, выйдем и пойдем, а тут пожар будет. Пластик сразу пойду. Так, девочки, сейчас я маслечко сюда сразу кину, чтобы не тягаться за собой масло. Правильно? Солко потом положу. Так, девочки, у нас тут, знаете, как в селе мы живем. Так все хорошо. Знаете, кастрюлька какая. Что захотели, ляпнули сейчас. Мы тут свободные люди с Олей. Да, дом есть, дом, где мы живем, где наши дети. Да, а тут то, что надо. Я думаю, каждый бы хотел такое. Правда, девочки, такую хатку? Никаких тут у нас срачей нет. Обыкновенно, как у всех. Так, маслечко потом сюда. Консерву, девочки, в карман. А что, плохо живем? А я сейчас картошку за шкирку. А что, в карман, в правый, значит, надо. Вот так. О, да, тут карманы, девочки, влезет. Ого-го. Так, картошечку я сейчас захвачу. Видите, горячие полотенца надо тащить. А потом все повыносим. Так, и салфу, и телефон. Девочки, будьте все здоровы. Главное мира, берегите себя. Вот какая жизнь, девочки. Вот так раз и нет человека. Берегите друг друга. Не ругайтесь, не озлобляйтесь. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.